Добрый вечер! Сотрудниками наших лабораторий. Встречай! Так, это что? Это техническая жилка! Какая еще техническая жилка? Ну-ка, техническая! Не-не-не, это наше изобретение! Сергей, демонстрируйте! Так, ну-ка, куда? Тихо-тихо-тихо-тихо! Дорогие друзья, я вам представить вам уникальнейший, удобный подбородник! Вот он, очень удобный! Вы дурные! Это ручка-держатель! Ручка-держатель! А ну-ка! Дорогие друзья, я вам представить вам уникальный на подбородке держатель! Кто хочет купить? Ну вот и удивились! Поехали! И первая миниатюра, декан аэрокосмического факультета собирается на ученый совет. Валентина Леонидовна, я иду! А все вы знаете, что не так давно к нам в политех приезжал Виктор Федорович Пасаргин. Итак, представьте его встречи с ректором политеха. Виктор Федорович, во время перемен студенты часто сталкиваются на лестнице и образуются пробки. Это не проблема, я выделяю 3 миллиона, мы строим в коридорах развязку клевер и выделенную полосу для преподавателей. Здорово, но студентам сложно добираться до комплекса. Это не проблема, мы пустим Сапсак. И речной трамвайчик. Эээ! Не кушайте, уходите! Так у вас там что? Ребята, пляшите! В нашей лаборатории установили 3D принтер. И мы уже его испытали, и очень много чего всякого интересного напечатали. Мне айфон, Сереге ботинки осенние, мериду. Мериду? Купить хотелось что-то. Чипсы напечатали, чипсы напечатали, распечатали, съели. Не наили, запечатали, убрали. Так нормально, напечатали что-нибудь? Курсовую! Это только один лист. Титульный. Так может быть что-нибудь творческое у вас есть? Песня! Ага! Песня «Сопротивление вытерлялось». Автормой и Феодосик. Максимальное напряжение при резгиве возникает в точках наиболее удалённых от нейтральной линии. И давайте, друзья, все вместе! Сигма максимум, родма, М, Игорь максимум. Это всё в числителе от Джейкс-наменателя. Рисунок 130. Супротивление! Всё, ладно! Так, ну куда? У нас порошки с кафе, мы напечатались. Добрый вечер! В эфире телепередача «Пусть говорят». И в этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. И сегодня героем нашей программы стал молодой человек Евгений, житель города Перми, микрорайона Зоазерия. И на него недавно напал Бурундук. Итак, давайте все вместе разберёмся в этой просто ужасной истории. Итак, первый гость – Евгений, потерпевший встречение. Евгений, что вы испытали, когда на вас напал Бурундук? Ну, сначала я испытал дикий страх, потом дикий смех. Удивительно! Удивительно, так же, как и наши следующие герои – эксперты-криминалисты, которые побывали на месте происшествия. Мы нашли нож, а на нём обнаружены отпечатки лапочек Бурундука. Да какие лапочек? Там такие лапища были, копки-битвы, зубы-бивни. А следующий наш гость, может быть, он раскроет завесу тайны над этим ужасным происшествием. Ректор университета, в который хотел поступить Евгений. Дорогие телезрители, поступайте в Пермский политех, ведущий университет в стране. Даже если вы живёте в другом регионе, в Москве, в Кире. Это не проблема. Мы везде пустим совсал. Ну, Виктор, совсал. Ну, и речевой трамбайчик, конечно же. А у нас в студии появился губернатор Пермского края Виктор Фёдорович Пасаркин. И, кажется, это следующий гость, Роги Балькович! Друзья, неважно, что у вас может случиться, даже если вас вкусил в грунту, вам всегда сможем помочь в политике, образовании и два выпускника аэрокоса. Хотя нет, три. Берегите себя. Берегите себя, спасибо. Инженеры, инженеры, Ибо мы будем за людей, Ибо мы будем за любовь.